Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. А у нас в гостях Олег Крапивин, победитель чемпионата мира по легкой атлетике среди спортсменов старше 35 лет. Здравствуйте! Здравствуйте! Что за чемпионат, чтобы наши телезрители понимали, о чем речь, когда проходил, когда вы в нем участвовали? Значит, с 25 марта по 30 марта в городе Будапеште, в Венгрии, состоялся чемпионат мира среди спортсменов старше 35 лет по легкой атлетике. В России у нас называют это чемпионат среди ветеранов, на Западе, в Европе, называют это чемпионат мастерс, то есть среди возрастных атлетов. Я выступал в своей категории М45, то есть люди, которым свыше 45 лет. Выступал на двух дистанциях, на кроссовой и на полумарафонской. В чемпионате принимало участие 3892 атлета из 98 стран мира. А какая доля удачи во всем этом? То есть понятно, что все готовились, но иногда играет роль волнений, иногда какие-то недочеты. В принципе, с высоты своих, можно сказать, лет и в спорте, и в легкой атлетике, я уже ни много ни мало занимаюсь почти 28 лет в легкой атлетике, как такового вот мандражирования перед стартом нет. Просто есть нюансы, которые я боялся, что не воплощу их на старте. Но это связано с подготовкой, потому что эти старты в основном проходят в марте, а у нас в городе, понимаете, какая ситуация, бегать особо негде. И манеж меня не спасает, потому что там 200-метровая дорожка, мне нужна улица в неделю. Вы работаете в Академии правоуправления, это тоже важный момент, то есть у вас есть определенное звание, хорошее, я бы сказала, стабильное, тем не менее у вас есть время и желание заниматься спортом. Это на самом деле очень здорово. Да. В принципе, я рассматриваю, вот сейчас уже это не профессиональная карьера бегуна, это можно сказать как хобби. Вот кто-то идет на рыбалку, я вот бегаю. Кому-то удача сопутствует на рыбалке, поймал рыбку, это уже удача. А я вот взял медаль, для меня это тоже большая удача. Я бы не расстроился, если бы я ничего не завевал, но это очень приятно, когда я взял медаль. А ваши курсанты, они бегают от вас или вслед за вами? Я не знаю, как у вас это там складываются отношения. Ну, с юмором, если отвечать, то иногда бегают от меня, потому что пора зачетная сейчас начнется, и мы их все равно догоним. Вот. Ну, а в прямом смысле, это их, как говорят, профессиональный долг, чтобы они были профессионально подкованными. И поэтому у нас одна из дисциплин – это легкая атлетика. И вот с приходом тепла, можно сказать, и осенью, и по весне они у нас занимаются легкой атлетикой. Кстати, норматив есть не слабый, нужно пробежать, может, бросок 10 километров. И это не разделяется на мужчин, девушек. То есть, и те, и те должны. А на службе это как-то помогало? Были случаи, когда спасал именно вот это умение? В принципе, спорт, он вообще помогает, и он и дисциплинирует, и организовывает. Поэтому таких моментов, я скажу, очень много. Когда и трудно, мы выезжаем и в загородный учебный центр, где, можно сказать, там своеобразные тяготы и лишения. И вот эта вот закалка спортивная, она помогает. Расскажите о наградах. Вы принесли их немало. Я так понимаю, здесь не все, есть же еще масса фотографий, подтверждающих, что вы на самом деле… Да, здесь в основном те медали, которые я начал вот именно выступать в категории «Мастерс». Это после 40 лет. Ну, самые первые медали, кстати, в 2010 году начал выезжать за рубеж, именно эти старты. Первые медали, они, кстати, были из Венгрии. Я две медали привез тогда на дистанции 5 и 10 километров. Затем ежегодно я езжу, включительно до 2014 года. Ну, и вот эта вот медаль, она вот буквально свежая. Это на дистанции кросса 8 километров. Вот, а можно сказать, она теперь у меня самая ценная в моей коллекции. Ну, остальные медали, судя по флагам на ленточке, это Финляндия, это вот Чехия, похоже, с российской… С российским триколором, то есть… В какой стране принимают лучше всего и почему? Может быть, об условиях стоит сказать, может быть, есть какие-то нюансы просто? Ну, в принципе, я был во Франции, вот мне там очень понравилось. Там и в Финляндии. В Финляндии даже больше, потому что там, если так можно сказать, народ помешан на спортивном образе жизни. Там все условия созданы для занятий. Начиная вот от магазинов, экипировка, питание, велосипедные дорожки вдали от трасс. То есть там, где у нас толком нет тротуаров, у них есть еще и дорожки. У них там дорожки. Дорожки никогда не пересекают проезжую часть. Там делают настилы, мосты, чтобы было безопасно и бегать, и кататься на велосипеде. Дорожки, естественно, разделены, то есть по правой стороне, можно сказать, бегуны, по левой стороне велосипедисты. Вот в Финляндии я так вот, сколько было, там круг 21 километр такой есть. По нему, кстати, проходил там чемпионат мира в свое время, в 12-м году. Меня вот выручает, я в песочни живу, меня вот выручил в этом году вот эта новая дорога. Ну, то есть условия тоже экстремальные. Может быть, поэтому и первые места мы готовы ко всему, нас ничем не удивишь? Ну, может быть, и это, я бы сказал, но с такими соперниками, как испанцы, португальцы, которые тренируются круглогодично в короткой форме, в трусах, в майке, они, как мы, зимой по снегу, по слякоти, соревноваться тяжело, конечно. А вот если говорить о последнем чемпионате, где вы там жили, как это все происходило, какое время вы там находились? Мы находились около 10 дней в самом Будапеште, город, конечно, изумительный. Старт у нас был 25-го и 30-го. И вот мы вместо того, чтобы отдохнуть, конечно, от своего менеджера скрывали, что мы вроде бы в отеле живем, а на самом деле мы гуляли по Будапешту, потому что усидеть и видеть красоты Будапешта, просто там быть и не увидеть, это все, мне кажется, было бы преступлением. А вот если говорить о бытовых каких-то проблемах, у нас где-то нет дороги, вы уже сказали, где-то нет фонарей, где-то куча машин. То есть вы себе прокладываете заранее маршруты, чтобы вы добежали от точки до точки? Я уже ждал этот вопрос, то есть в другой интерпретации думал сейчас спросить, что самый тяжелый. Я вот с точки зрения… Собаки, люди, я не знаю. И юмора, и в то же время в прямом смысле могу сказать, что если вы ориентируетесь в песочне, вот где заправка съезжает к глобусу туда, и вот самое трудное – перебежать вот эту дорогу для меня. Потом уже я, как говорится, заяц в поле. Я там тренируюсь вдоль окея, для меня это не проблема. Бывали, конечно, случаи, там хозяева приезжают в поле с собакой и отпускают. Думают, что никого нет, а собаки же они на бегущих всегда реагируют. И получилось так, что я иногда в наушниках бегаю, и что-то у меня сквозь наушник такой рык, думаю, в моей записи такого не должно быть. Оказывается, за мной бежал собака. Ну, я уже как опытный бегун, остановился, жду, что, ну, конечно, язык там у нее почти до земли. Кто больше испугался, вы или хозяин? Хозяйка тоже испугалась. Хозяйка испугалась, она быстрее в свой джип, и, то есть, приехал, остановил ее. Ну, просто продолжать движение нельзя при таких действиях собаки, это я уже точно знаю. Нужно стоять даже руками, нельзя махать. Вы какими-то научными работами занимаетесь, вы доцент, я думаю, что у вас по долгу службы, есть какие-то обязательства бумажные, интересные? Интересные есть по теме, вот я работаю как раз по своей специальности, я закончил факультет физического воспитания. Ну, работаем над различными рекомендациями для офицеров, для курсантов, для повышения их физической подготовленности. Ближайшие планы? Намечается матчевая встреча с ветеранами Соединенных Штатов, то есть, нам, возможно, безвизовый даже выстрел разрешат, уже вроде бы договоренность есть в конце июля, то есть, в Нью-Йорке вот состоится этот матч. Ну, думаю, может, получится все. Поэтому, а так, к сезону готовимся, сейчас сезон только начинается. Вообще, легкая атлетика – это летний вид спорта. В принципе, я хочу пожелать всем, во-первых, это здоровья всем, ну и, во-вторых, нужно заниматься не конкретно каким-то видом спорта, хорошо, если есть любимое, а просто физическими упражнениями. И физические упражнения дарят молодость, радость, ну и, соответственно, повысит ваше настроение. Спасибо, удачи вам во всех дальнейших соревнованиях, а нашим телезрителям мы пожелаем быть всегда в форме. Это была программа подробностей, до встречи. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону – «Три пятерки-три-ноля». Субтитры создавал DimaTorzok